Продолжение следует... 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 И царь и слуги, тоже понятно им, и множество таких примеров Господь дает. Вот сегодня он нам рассказывает об одном богаче, который жил только для себя. Как сказано очень выразительно, он одевался в пурпурные одежды, аристократические. Он пиршествовал каждый день, не просто обедал и ужинал, он пиршествовал, он выпивал, приглашал своих друзей. Все замечательно было для него, деньги были, выпивон был, пища была, и он только на себя и на своих друзей обращал внимание. А на пороге его дома лежал нищий по имени Лазарь, который был рад, если падали крошки со стола этого богача. Крошки-то он получал иногда, но богач никакого внимания на этого бедняка не обращал. Проходил мимо, продолжал пиршествовать, а этот бедняга в отчаянии ловил крошки. Скажите, дорогие братья и сестры, когда вы видите нищего или просящего милостыня и проходите мимо, ну и я тоже. Не бывает ли такое, что кольнет совесть, что вот, мол, нехорошо я поступил, вот нищий. У меня в кармане или в сумке есть какие-то денежки, а может быть, если я дам ему доллар или два, он может купить себе бутерброд, напитаться. А мы проходим мимо, как этот богач. Я лично, когда вот такое делаю, я вспоминаю эту притчу, и мне стыдно становится. О, да, вот богач хорошо жил до пори до времени, а потом Господь его призвал, как и призвал нищего. А нищий оказался в царстве Божьем, а богач был осужден адским мучением. И вот здесь, дорогие братья и сестры, в этой притче раскрывается очень ценная информация о том, что нас ожидает на том свете. Здесь несколько очень важных моментов. Во-первых, мы слышали в Евангелии, что богач, находясь в аду, он мучился, да, отмучился. Но мучение его было не так, как мы обычно представляем, или как нам обычно показывают всякие фильмы ужасов и так далее, или какие-то картины, где дьяволы с этими вилами мучают этих грешников, а они на сковородке жалятся как бы. Нет, это не соответствует действительности. Что такое адское мучение? Адское мучение – это сознание полного, полного богооставленности. Адское мучение – это краем глаза и умом. Ты видишь и понимаешь, как наслаждаются праведники. А ты мучаешься и ничего по этому поводу сделать не можешь. Забудьте про огонь, про горящие угли. Это адское мучение гораздо хуже, чем это. И вот, это номер один. Во-вторых, между адом и раем есть общение. Богач видит Лазаря, он его видит и обращается к Аврааму. Авраам – отец всех праведников ветхозаветных. Он обращается к Аврааму и говорит, Авраам, сообщи моим близким, чтобы они вели себя подобающим образом и не заслужили ад. Это я перефразирую. А Авраам говорит Лазарю, то есть этому богачу, что между вами и нами есть большой разрыв, большое расстояние между нами. Здесь что интересно, что богач, он сожалеет о своей участии. Он хочет предупредить своих родственников, своих близких. То есть он проявляет о них заботу. И вот эти два момента указывают нам на то, что, может быть, человек может даже измениться, может даже отчасти покаяться на том свете. Это, в общем, действительно здорово, если подумать, дорогие братья и сестры. Это не значит, что мы должны откладывать свое покаяние до того момента. Никто не знает, сможем ли мы оттуда каяться или нет, и может ли это принести каким-то положительным результатом. Но все, что Господь говорит в притчах своих, это символы, но они отражают истину, нашу догматическую истину нашей православной церкви. Так что, дорогие мои, не будем проходить мимо тех лазеров, которые Господь нам посылает. А у нас за вторым их 30-40 человек. Некоторые из них больны, некоторые из них неудачники в жизни. Но факт остается фактом. Они как бы живут за бортом нашего общества, если хотите. И нам, людям благополучным, не надо о них забывать. Мы стараемся, чем можем, докормить их, побаловать какой-то едой, найти им какую-то одежду, обувь. Так что, если вы лично не хотите этим или не можете этим заниматься, подавайте милостыню церкви, и мы будем о них заботиться. Но главное, так или иначе, Господь призывает нас заботиться о нуждах других, а не только замыкаться в свое эгоистическое существование. Жизнь коротка, братья и сестры. И вот жизнь и время даны нам для того, чтобы мы исполнили законы Христовы, заповеди Христовы. И чтобы мы вместе с Лазарем в сегодняшней притче оказались на лоне Авраама. Аминь.